Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, Пророков и Писаний. И приступаем к изучению следующей недельной главы, Ваишлах, которая начинается в книге Бытия, 32 глава, 3 стих. И послал Яков перед собою вестников к брату своему Исау в землю Сеир, в область Едом. Да, к сожалению, мы видим здесь выкристаллизацию народа Божьего вот в этих небольших главах. Очень четкую выкристаллизацию из всей большой семьи, которая была у Фары сначала, потом была у Авраама. Но, изучая предыдущую недельную главу, мы говорили о том, что Лаван, выдавая своих двух дочерей за Якова, пытался сохранить большой клан. Но у Бога были несколько другие намерения. Яков не остался у Лавана. Несмотря на то, что Яков приносил клану Лавана большие благословения материальные, Яков понимал, что Бог отделяет его для особой миссии. И поэтому, после долгих семейных передрязг, Он собирает вместе со своей большой полигамной семьей и говорит, «Нас Господь ожидает там, за рекой Ефрат». Предыдущая недельная глава заканчивается очень интересной историей о том, как Рахиль забирает из дома отца своего идолов. Рахиль это делает не зря. Она видит, как Лаван относится к ее мужу. С одной стороны, тот приносит своим трудом, своим отношениями с Богом материальные благословения всему клану, но с другой стороны, он не получает той доли, которая положена ему. И поэтому перед уходом Рахиль забирает идолов из дома. А идолы в доме – это не просто были объекты поклонения. Небольшие фигурки с изображением месопотамских богов служили определенной цели. Дело в том, что на этих фигурках всегда можно прочитать надписи. В частности, эти фигурки являлись определенными аналогом документов из БТИ, которые подтверждают сегодняшнее право на владение домом и владение квартирой. Ну, естественно, представьте себе, какой переполох это вызвало, если Рахиль забрала все это с собой. Естественно, предъявитель сего в суде имеет право на полное владение всем имуществом. Вот почему Лаван погнался за Яковом и его семьей. И когда они не обнаруживают и не находят этих идолов, Лаван проводит черту. И 31 глава заканчивается тем, что они делают огромный холм из камней. И Яков и Лаван приходят на этот холм и называют его парамейский бытие 31 глава 47 текст «Егар Сагадута», что означает «холм свидетельства». И говорит, после этого написано, сегодня этот холм между мною и тобою, свидетель, посему и наречено имя ему Галаад. Да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга. Если ты будешь худо поступать дочерями твоими, сей памятник, который я поставил между мной и тобою, этот холм свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты перейдешь ко мне за этот холм. Иными словами, с одной стороны, Лаван, как отец, пытается предать в руки Якова дочерей своих, с другой стороны, он понимает прекрасно, что если они вернутся обратно, то это будет проблема. Это первое разделение. Разделение между фактически двумя народами. То, что Бог сказал Аврааму в 12 главе 2 стихе, в 31 главе 52 стихе сбылось. Бог сказал Аврааму, что от тебя я произведу новый народ. И это происходит, потому что вот здесь чертится первая граница по Галааду, северо-восток Израиля сегодня. Эта область существует до сих пор. Это граница между двумя народами. Между народом еврейским, потомками Авраама и народом арамейским, потомками Нахора и его детей. Фактически сегодня это является границей между Израилем и Сирией. С единственным отличием, что Сирия сегодня уже не населена в большинстве своем арамьянами, а населена арабскими народами. Но граница имеет огромный, вы видите, возраст. Это первое разграничение. Но 32 глава начинает нам говорить о втором разграничении. Яков послал вестников к брату своему Исаву в землю Сир в область Едом. Мы знаем из предыдущей недельной главы, что Едом – это было второе имя Исава. Что происходит здесь? Вы видите, как Бог определенным образом выделяет, выкристаллизовывает определенную группу людей. Не все потомки Фары стали Божьим народом, не все потомки Авраама становятся Божьим народом. Вот и Исав, женившись еще на двух дочерях потомков Измаила, вроде бы и родственник, но уже живет отдельно и имеет отдельную территорию – Едом. Да, Яков пытался примириться с Исавом. Он пережил борение с Богом, когда переходил реку Ермук, ибо он боялся, как Исав отреагирует на него. Да, Бог был милостив к Якову, и Исав никаким образом не проявил никакой агрессии непосредственно к Якову. Но у них не было никакого взаимного интереса. Как только Исав понял, что Яков ничего от него не требует в материальном плане, он удовлетворился и удалился к себе на юг. Недельная глава заканчивается повествованием о смерти Исаака, где Яков и Исав встречаются между собой последний раз, чтобы похоронить своего отца. И последняя часть недельной главы – опять Толидот. Родословие, но родословие уже сынов Исава. От Авраама к Исаку отсеивается Измаил. От Исака к Якову отсеивается Исав. Идет выкристаллизация Божьего остатка. Людей, которые действительно представляют и проявляют интерес к Богу. Выкристаллизация происходит не по принципу праведности или грешности, ибо оба – и Исак, и Яков – имеют свои проблемы. Но Яков выходит из своих проблем победителем, получая другое имя. И вот тоже характер изменяется. Яков становится Исраэлем. Тем, кто боролся с Богом и удержал благословение. Якову было интересно и важно получить это благословение. «Не отпущу», – сказал он там на острове, – «пока не благословишь меня». Для Исава это не было интересно. Узнав, что у Якова нет на него материальных претензий, еще он ему дает подарки, тот оставил его в покое. Но между Исраэлем и Едомом никогда хороших отношений не было. Об этом говорит нам Гафтара. Книга пророка Авдия имеет всего лишь одну главу. Но эта глава посвящена проблеме Едома и ненависти Едома к Израилю. С 12 стиха нам записаны такие слова. «Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, в день отчуждения его. Не следовало бы тебе радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять род в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего, в день несчастья его, даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия, не стоять на перекрестках для убивания бежащих его и выдавать уцелевших от него в день бедствия». Эти слова пророка Авдии относятся к трагическим временам в жизни народа израильского, в частности, иудейского, когда войска Навуходоносора приступили к Иерусалиму и разрушили город. Как мы видим из этой пророческой вести, потомки Исава участвовали в разграблении города и служили вавилонянам. Несмотря на то, что пророк Еремия очень конкретно говорит, что Бог послал вавилонского царя в наказание Израилю, тем не менее, вот такую помощь Бог не поощряет. И поэтому Бог обещает навести на Едом определенное бедствие, что, в общем-то, избывается впоследствии. Но мы видим, как пророчески вот эти вот отношения между двумя братьями, Якова и Исава, находят свое исполнение уже спустя 1200 лет, с момента событий, о которых мы читаем в нашей недельной главе. Едом – это всегда была проблема. С I веки до н.э. иудейский царь Йоханна Александр Янай Александр Янай вторгся со своими войсками на территорию Едома и покорил это государство. На протяжении многих столетий потомки Исава были язычниками. Но когда Александр Янай захватил Едом, то он принудил многих едомлян к обрезанию и обращению в иудаизм. Из этого шага ничего хорошего не вышло. Для нашего исследования Нового Завета к этой недельной главе мы предложили историю, которая известна очень многим. Это история рождения Иисуса в Вифлееме Иудейском, записанная во второй главе Евангелия от Матфея. «Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился и весь Иерусалим с ним». Отчего встревожился Ирод, когда его задали вопрос, где родился царь иудейский? Единственное, что беспокоило Ирода, это его идумейское происхождение. Ирод являлся потомком известного в истории иудеянина по имени Антипатр, который имел свою роль в гражданской войне, которая разразилась на территории Иудеи в первом ваке до нашей эры. Два сына, царицы Соломея Александры, Александр и Аристабул не могли поделить престол, Антипатр был на службе у Александра и предложил ввести римские войска для того, чтобы покорить Аристабула и одержать над ним победу. Воспользовавшись помощью римских войск, которые оккупировали иудею, Антипатр впоследствии способствовал тому, что был убит и Александр, которому он прислуживал. В результате этого и других махинаций, в конце концов, Антипатру удалось поставить своего сына, Хордоса, которого в русском переводе называют Иродом на иудейский престол. Вот чем беспокоился Ирод, когда ему сказали, а где-то тут родился царь иудейский. Ну, естественно, Ирод тоже не был язычником в какой-то мере, но он имел свой подход. Он собирает первосвященников и книжников народных и задает им конкретный вопрос. Скажите, пожалуйста, вы пророчества Торы и пророков знаете, что там говорится, где должно родиться Мессии? Нет проблем, ему сразу отвечают. В Ифлиеме иудейском, ибо через пророка Михея это дано. Что делает Ирод? Покоряется ли Ирод Богу? Седьмая глава. Тогда Ирод тайно призвал волхвов и выведал от них время появления звезды. И послав их Вифлием сказал, пойдите и тщательно разведайте младенца. И когда найдите, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему. Мы знаем, как Ирод хотел поклониться младенцу и что он предпринял для того, чтобы избавиться от иудейского царя, несмотря на то, что было написано в пророках, книгу которую он поклялся при обращении своем в иудаизм, почитать как священную. Вот она, вера. Вот почему Библия определенным образом говорит об определенном отношении к Богу, которое получили потомки Исава, который знал все о Боге, но использовали они это всегда в своих политических целях и больше и не более того. Очень четко показывает нам недельная глава наша разницу между людьми, которые имеют обращение и не имеют обращения. И мы уже видим неоднократно, что это не зависит от того, сколько добрых или плохих дел было сделано тем или иным человеком, но зависит от отношения с Богом. Яков пережил многие потрясения в своей жизни, но у него были отношения с Богом. Однако в связи с тем, что он имел эти потрясения и имел определенную семейную структуру, эти потрясения не смогли не отразиться на его воспитании детей. 34-я глава Бытия показывает нам эту ситуацию очень конкретно. Яков возвращается из Харана тем же самым путем, что и возвращался Авраам, дед его. И оказывается в Сихеме, где Авраам, дед его, строил жертвенник. Сихемляне принимают его достаточно хорошо. позволяя ему поселиться. Ну, естественно, у Якова была одна дочь, которая, познакомившись с сыном Сихемского царя Емора, переспала с ним. Выражение, которое здесь используется в русском переводе, сделал ей насилие, скорее всего, не насилием должно переводиться, а обольщением. Бывают такие случаи. Ибо реакция царя города, который, в общем-то, имел и власть, и силу, могла быть совершенно другой. Емор мог спокойно забрать Лию или просто выгнать ее на улицу и сказать, иди, куда хочешь. Сихем это все-таки большой город с армией, со всей структурой, что там люди, Якова, сколько там у него, даже если 12 детей есть, и то не все взрослые. Но реакция сихемлян другая. Мы видим, как приходит Сихем и говорит с отцом, и Емор идет к Якову и говорит ему в 9 стихе, породитесь с нами, «Отдавайте за нас дочерей ваших, а дочерей наших берите себе, живите с нами, земля сия перед вами, живите и промышляйте на ней, и приобретайте ее себе во владение». Вы видите, мы говорили об этом в предыдущих недельных главах, о том, с каким трудом Авраам удалось приобрести первый клочок, земли и тот для того, чтобы похоронить свою жену. А здесь, пожалуйста, мы сделали ошибку и мы понимаем, что сделали неправду. Так вот, сейчас, вот это наша земля, пожалуйста, приобретайте ее во владение, селитесь. Приходят сыновья Якова и говорят, обряд. Не можем этого сделать, 14 стих, выдать сестру вашу замуж за человека, который не обрезан. Мы уже говорили об обрезании, но мы видим явно, что Рувим и Симеон не преднимают этот жест, этот обряд за духовное, а используют это в своих целях. Точно так же, как и Ирод использовал книжников, дайдавших ему пророчества о рождении Мессии в политических целях, точно так же и Рувим и Симеон используют это в политических целях. И когда сихимляне все, которых Емор царь убедил, сказал, А вот эти люди хорошие, они веруют в Бога, они мирные, давайте мы примем то, что они нам проповедуют. Удивительно, наконец-то исполняется то обетование, вот-вот исполняется то, что Бог обещал Аврааму, я дам тебе эту землю. И исполняется оно как? Без единого выстрела, без войны, без ничего. Эти жители Сихема видят, что Яков Божий человек, и они знают и отца Якова, и деда Якова, и, наконец, у них начинает возникать понимание, что действительно эти люди живут правильно. Но что делают старшие сыновья Якова? они решают отомстить. Яков вынужден с позором уйти на юг. Вот такая ситуация, к сожалению, случается. Мы говорили уже о том, что основной вопрос характера Бога, который проявляется в Пятикнижии, который часто задают люди. Это вопрос Божьей справедливости, когда речь идет о завоевании Ханаана. Сегодня мы посмотрели с вами о том, как этого завоевания при послушании Богу можно было избежать без единой войны, без единой капли крови. Бог предоставил возможность потомкам Якова исполнить то обедование, которое он дал Аврааму, фактически приняв свою среду, среду народа Божьего, приняв другой народ. Но этого не произошло. Не произошло лишь по одной причине. Потому что духовные ценности были использованы в политических целях. революции и революции Субтитры создавал DimaTorzok